Добрый день, друзья! У нас сегодня среда, 22 августа, и мы, как всегда, по средам с Михаилом Робовиковым. Михаил, добрый день! Приветствую! Всем шалом из Израиля! Ты знаешь, мне кто-то сказал, что уже к нашим средам просто настолько привыкли, что оно как наркотическое, знаешь, как срабатывает среда, надо смотреть Лобовиковым. Лобовиков, у нас сегодня много тем, и я хочу сосредоточиться на главном. Сегодня, как стало известно, Израиль проводит крупнейшие рейды на западном берегу, которые вот минимум за 20 лет самые крупные рейды. Я только буду очень рад, если мы будем говорить иудеи и самореи или иудеи и самореи. Иудеи и самореи. Ты понимаешь, для всего мира, я понимаю иудеи и шамбул, для нас это наша земля. Весь мир воспринимает это как западный берег, как палестинскую автономию. И эта палестинская автономия с карточкой Павистайм присутствует в организации объединенных наций. Поэтому, как бы мы ни говорили, как бы мы ни хотели, существует де-факто и де-юре. И вот сегодня вот эти де-факто и де-юре вступили в самый страшный конфликт. Потому что эта территория, не являющаяся государством, угрожает существованию суверенного государства. Вот давай об этом поговорим. Вот то, что Израиль начал крупнейшую акцию, крупнейшие рейды за последние 20 лет. Мы говорим сейчас о тех рейдах, когда территорию взамен мир поменял Израиль. Мы говорим о том, что территорию отдали, мира нет. Как восстановить мир и возможно ли это сделать? Ну, во-первых, это нужно сделать, потому что понятно, что нашим соседям в лице Хамаса, Хизбаллы и прочих террористических банд мир не нужен. Но пока мы их не уничтожили, мы должны делать все для того, чтобы у нас была безопасность, чтобы наши дети жили спокойно, чтобы наши люди не погибали на улицах от террористов, как это происходит. К сожалению, почти каждый день, когда есть попытка теракта в Израиле, об этом никто не говорит, но это происходит. И мы должны делать все для того, чтобы, во-первых, устранить угрозу террора, во-вторых, обеспечить наш контроль над территорией, с которой может эта угроза происходить, и мы эту угрозу должны уничтожать. И к тому же эта территория, подчеркивать то, что эта территория является нашей землей, нашей страной, на которую мы имеем полное право, ты говоришь «де юре», «де факто», и «де юре», и «де факто». Палестинский террор, который расцвел здесь за последние 30 лет, является нонсенсом, является нарушением всех международных норм, всех международных договоров, всех исторических вообще понятий, и поэтому этот нонсенс мы должны устранить. Во многом мы его сами создали, и никто, кроме нас, его не устранит. И чтобы его устранить, мы должны, во-первых, понять, что произошло тогда, что происходило все эти годы, что происходит сейчас, и самое главное, что мы должны делать дальше, чтобы эту заразу убрать, чтобы эту угрозу устранить, и чтобы мы дальше, во-первых, контролировали ситуацию в своих интересах, раз, и жили не под постоянной угрозой, а получая удовольствие от жизни, два. Мы забыли, как это делать, мы привыкли к тому, что у нас постоянно есть угроза, постоянно война, постоянно мы ждем чего-то. Эта ситуация противоестественна, нас к этому приучили, к сожалению, и многие смирились уже с этой мыслью, что так мы должны жить. Так вот, мы так не должны жить, и мы сейчас должны начать обсуждение того, что мы делаем, чтобы вырваться из этого замкнутого круга террора, смерти и нашего противостояния врагу, которого вообще не должно быть изначально. Поэтому еще раз спасибо за возможность это обсудить, и я думаю, что это у нас займет с тобой не одну передачу, не один эфир, но, знаешь, как потом в Никодоте, когда-то уже нужно начинать. А, ты знаешь, я прямо перед нашей передачей получила, я получаю постоянно в свой, ну, на свой e-mail, я получаю постоянно то, на что я подписана. Я подписана на Алана Даршевица, я его очень уважаю, очень люблю. Знаешь, что такое Алана Даршевица? Конечно. Я подписана на него. Сегодня у него подкаст был и статья. Превентивная атака Израиля на Хизбалу могла бы предотвратить более масштабную войну. Далее он пишет. Если бы Хизбалли удалось атаковать пригороды Тель-Авива и другие районы в центре Израиля, Израилю, возможно, пришлось бы начать крупную ответную атаку на Ливан. В конце концов, Хизбалла – это Ливан. Она полностью контролирует страну, и Израиль был бы оправдан, объявив войну этой стране. Он также был бы оправдан, уничтожив инфраструктуру страны, которые имеют двойное назначение, как военное, так и гражданское. Я в контексте Израиля и в контексте оправдания всегда ставлю знак вопроса, был ли оправдан. Потому что пока что сплошные обвинения в том, чем занимается Израиль. Израиль защищает себя любым способом, любым возможным и невозможным способом. Но конституционный адвокат и умница, человек, который любит Израиль, поддерживает этот Израиль, американец Алан Дершинс, он говорит о том, что превентивно атаковав ракетные установки Хизбаллы, армия обороны Израиля сорвала большую часть атаки Хизбаллы и не дала ей достичь намеченных целей в Центральном Израиле. Насколько то, о чем пишет Алан Дершин, соответствует реалиям израильским? Ну, это настолько очевидно, что мне даже странно, что нужно это обсуждать как отдельный айтем нашего эфира. Но поскольку мы живем в возвращенном мире, поскольку мы забыли очевидные вещи, давай напомним себе и нашим благодарным зрителям, еще раз спасибо им за то, что они смотрят и обсуждают, и распространяют наши эфиры, Израиль живет, существует последние 57 лет благодаря ситуации, которая очень похожа на то, что мы переживаем сейчас, то, что произошло перед шестидневной войной. Была аналогичная ситуация, когда у нас была тяжелейшая угроза нашему существованию, существованию Израиля, исходившая от непосредственных соседей Израиля тогда. Я говорю про Египет и Сирию с определенной долей Иордании. Роли Иордании в той ситуации есть много вопросов, много споров, но Египет и Сирия тогда однозначно объединили усилия и открыто декларировали свою цель уничтожить Израиль. Израиль повел так, как он должен себя вести всегда. Он не стал церемониться с угрозой, он нанес превентивный удар. Шестидневная война, шесть дней. Мы потеряли тогда сотни убитых, но мы освободили большую часть нашей страны, мы восстановили стратегический баланс в нашу пользу, что мы диктуем свои условия, и мы побеждаем врага до того, как он может нас победить. И за счет этого Израиль сегодня существует, потому что если бы Израиль тогда не освободил тот самый, как ты говоришь, у нас иногда с тобой проскальзывает в разговорах, западный берег, я прекрасно знаю твое отношение к Иуде и Сенурии, поэтому я смеюсь, но понимаешь, это уже настолько к нам прилипло, что мы сами иногда, не замечая того, употребляем эти обидные кликухи, которыми наделяют нашу страну. Так вот, когда мы освободили... Кстати, знаешь, это как в том анекдоте, знаешь, как Чукча сидит и ругает царское правительство, спрашивает, за что? Ну как за что? За то, что продало Аляску Америки. Аляску. Да. Ну так, а что ты плачешь? Смотри, какие они сволочи, они Аляску продали, а Чукотку нет. Понимаешь, поэтому у меня точно такое же отношение, мы, да, мы оккупировали западный берег, но у меня вопрос, почему мы не оккупировали восточный, потому что восточный, на восточный мы имеем точно такие же права, исторические. И понятно, что там находится Иордания, понятно, что там сейчас проходит международная граница этой страны, но забывать о том, что на восточный берег Иордании у нас есть точно такие же права, как и на западной, мы не можем. И мы, да, признаем то, что там находится Иордания, мы признаем территориальную целостность этой страны, у нас есть с ней мирный договор, но ничто не мешает нам помнить, что нет, для нас с исторической точки зрения, а напомним все документы, на основании которых создан Израиль, а это и британский мандат, и решение конференции Сан-Реймо, и декларация Бальфора говорят о том, что евреи имеют историческое право за счет исторической связи еврейского народа с Эрц-Исраэль, или с Палестиной, как она называется, и по этому праву, по этому историческому праву, который подчеркивает все эти документы, евреи имеют право жить здесь, в своем государстве. Так вот, у нас есть точно такое же историческое право на восточный берег Иордана, как и на западный. Но это все, скажем так, просто историческая справка, историческое напоминание о самим себе, почему мы здесь, потому что если мы не будем помнить, что в основе всего лежит наша связь с нашей страной, которая не делится по тем или иным цветным линиям, которые там рисуют, знаешь, есть зеленая линия и так далее, там вот карт, которые нарисовали, карт нашей страны, которые делили и рисовали в первой половине 20 века, есть множество. Поэтому, но они не меняют сути, это наша страна, мы имеем на нее полное право, и, кстати, только еврейский народ по всем этим международным документам, ты говоришь, да юры, только еврейский народ имеет право на самоопределение в этой стране. Права гражданские и религиозные права других народов мы должны соблюдать, и мы это делаем, а историческое право на самоопределение есть только у еврейского народа. Если мы это забудем, то мы начнем отчет обратный к тому моменту, что мы исчезнем навсегда, чего, естественно, не произойдет никогда. Так вот, в 1967 году мы нанесли превентивный удар, мы объяснили нашим врагам, что не надо нам угрожать, не надо пытаться на нас уничтожить, и мы будем действовать так, как-то исходят из наших интересов, и мы будем действовать всеми имеющимися у нас средствами. Тогда нам это было понятно. Сегодня мы настолько привыкли рассказывать себе какие-то сказки, оглядываться на всех, даже не знаем, на кого оглядываться, заключали каких-то договоров, подписывали каких-то бумажек, которые никто даже не читал, и никто не знает, кроме нас, что там у них написано. И мы прячемся за этой ширмой от реальности, и пришло время просто это остановить, сесть спокойно, отдышаться, понять, какие наши национальные интересы, какие ошибки мы совершили, предавая эти национальные интересы, и что мы сейчас должны делать для того, чтобы наши национальные интересы не страдали. Это сейчас наша самая главная задача. Мы этим занимаемся в той или иной мере последние 10 месяцев, уже скоро 11 месяцев этой войны. И сейчас мы должны эти усилия активизировать, потому что мы видим, как активизировать свои усилия наши враги и наши противники, и все, кому не нужен сильный Израиль, все, кто боится сильного Израиля, все, кто хочет, чтобы Израиль был слабый, контролируемый в лучшем случае, или был несложен в худшем случае, видим все эти усилия, и мы понимаем, и мы должны понимать, что все в итоге упирается к тому, что мы должны принять решения, которые за нас никто не примет. И об этом мы должны говорить. У меня всегда, знаешь, возникает один вопрос, давно возникает. Я откручу ленту на 31 год назад ОСЛА. И поскольку эти соглашения не работали и не работают, и никогда работать не будут, почему Израиль не вышел из этого соглашения? Официально объявил о том, что оно не работающее, и все подписанные тогда документы не действительны. Возможно это сделать с точки зрения юридической или нет? Для этого нужно провести очень много, нужно совершить много действий подготовительных, провести много реформ внутри самого Израиля. и одной из ключевых реформ, которые для этого необходимы, это юридическая реформа, о которой мы с тобой много говорили, которая сейчас стоит на повестке дня в Израиле снова из-за открытого конфликта между Верховным судом и министром инвестиций Яривом Левином, который мы сейчас переживаем. У нас сейчас тяжелейший конституционный кризис власти, когда снова судебная диктатура пытается диктовать свои условия избранной народом власти, которую представляет Ярив Левин. Вот сейчас, буквально в эти дни у нас сейчас этот тяжелейший кризис происходит. На фоне войны, на фоне этого ужаса, который мы переживаем сейчас, богат, тем не менее, отважно воюет за свои права, за свои привилегии, за свою узурпацию власти, не что же сумнявшиеся вообще тем, что вокруг нас идет война за выживание государства. Этим чиновникам от юстиции необходимо сохранить свою диктатуру, свою власть, свою абсолютную власть в государстве, которую они пытаются нам насаждать. Это они продолжают делать сейчас, когда наши ребята воюют на передовой. И я тебе приду пример, как это, почему я говорю, что нам необходимо как один из основных факторов нашей победы, нашего перелома в той ситуации, в которой мы находимся, которая еще со времен Осло. Я тебе приведу пример сегодняшний из новостей о том, что наш союзник, наш партнер Америка, администрация Байдена, который, по слухам, еще президент, объявил о том, что они накладывают санкции на организацию Ашумер-Айош, это организация стражник иудеи и самарей, организация, которая защищает еврейских фермеров, которые занимаются сельским хозяйством на территории иудеи и самарей. Эту организацию американская администрация объявила чуть ли не террористической организацией, которая занимается тем, что она якобы по тому, что заявил спикер Белого дома или Госдепа, я не помню точно кто, но представитель администрации Байдена, они заявили, что эта администрация занимается тем, что она преследует этих самых палестинцев поощряет против них неправомощные террористические агрессивные действия и так далее и дальше по списку и поэтому на нее накладываются санкции. И в частности они привели пример, опять же все это из публикации и из прессы, что вот эта организация участвует в преследовании жителей одного арабского поселка на юге Израиля, на юге Иудеи, на юге Хевронского Нагорья, поселок, если не ошибаюсь, Хирбет Затора, и вот они привели пример этого бесчинства этой организации Ашумер-Айош, которую нужно соответственно объявить незаконно наложить на нее санкции американской администрации. Так вот, давай я объясню, что происходит, это очень хорошо сможет людям понять, в какой извращенной реальности мы живем. Это самая арабская деревня, которую так защищает американская администрация, это незаконный поселок, построенный палестинцами на территории археологического парка, памятника старины, памятника истории, которые восходят еще к бронзовому веку, это один из древних городов иудеи, который упоминается еще в Танахе, еще везде, где описывается история первого царства, периода первого храма, который затем город был разрушен, дальше у него есть своя история, которая продолжается уже вплоть до византийских времен, он находится на территории Южной Иудеи, и это был археологический парк, там проводили раскопки, он еще мало, к сожалению, раскопан, как и многие другие памятники истории, которые находятся на этой территории, которые активно разрушаются, разграбляются арабами на постоянной основе, так вот там, на этом историческом памятнике, на этом археологическом монументе, они решили построить незаконное поселение, что они успешно сделали, и в 2007 году государство попыталось их оттуда убрать, потому что это незаконное поселение, построенное на государственных землях, на территории археологического памятника, и они обратились тогда с иском в богатц, а бедные забитые фалахи крестьяне с юга иудеи могут обратиться в богатц только с помощью так называемых правозащитных организаций, которые занимаются этим на постоянной основе, и богатц почему-то вынес постановление, что вот эти судебные постановления государства о том, чтобы снести это незаконное поселение, разрушающее памятник старины, заморозить при условии, что там не будет производиться дальнейшего строительства. То, что они там построили, то, что они там разрушили, это нормально, но государство не может их оттуда выселить при условии, что они не будут дальше расстраивать свое незаконное поселение. Они, естественно, государство их не выселяет, потому что богат заморозил эти постановления, помощью которых их должны были оттуда выселить, они, естественно, продолжали строить. И тогда, в 2017 году, спустя 10 лет, общественная организация «Роговим», которая занимается мониторингом этого беспредела с незаконным арабским строительством как на территории Иудеи и Самарии, так и внутри Израиля, которая снова обратилась в суд с тем, чтобы потребовать их сноса, потому что, как выяснилось, за это время они еще и построили школу. А школу, мы знаем, там строят на средства, как правило, Евросоюза или других государств, которые жертвуют на эти деньги, то есть там крутятся серьезные бабки иностранных спонсоров, как правило, на государственном уровне, то есть поощряется разрушение исторического памятника, это незаконное строительство, и учитывая то, что это поселение вплотную примыкает к одному из израильских поселков, представляет для него угрозу прямую. Но, тем не менее, трогать это никто не может. Суд снова отклонил этот иск организации «Роговим» и фактически одобрил продолжение этого беспредела. Сейчас, когда мы с тобой говорим, прошло уже, скоро уже будет 20 лет, как ведется борьба за это поселение, за его снос, за то, чтобы остановить ущерб, который она наносит как безопасности, так и историческому памятнику. Пока что богат все это крышу, это не дает его снести. Так вот, какая связь Шумера-Йош, с которого мы начали? И эта организация отнесла забором земли этого незаконного поселка с тем, чтобы они не могли угрожать оттуда еврейским фермерам, которые работают на близлежащих землях. Вот это вот действие Шумера-Йош было приведено в пример американской администрации сегодня как проявление агрессии в отношении палестинцев. То есть, когда мы пытаемся отгородиться от беспредела, от бандитов, которые нарушают закон, которые разрушают памятники старины, которые угрожают нашей безопасности, которые захватывают наши земли, это наше проявление к ним агрессии. Это та подмена понятий, которую проводит американская администрация нынешняя, та подмена понятий, которым активно занимается Евросоюз, который финансирует миллиардами евро незаконное арабское строительство, и на этой же основе, где строится, основана вся деятельность этого самого международного суда в Гааге, который сейчас обвиняет нас во всех смертных греках в отношении палестинцев, во время войны, которую они развязали с нами. Это вот извращенное понятие, вот эта подмена понятий, вот эта вот искаженная реальность, в которой мы живем, она существует вокруг нас. Самое страшное заключается в том, что мы ее принимаем, и мы почему-то с ней должны мириться. Так вот, наше существование, наша жизнь зависит от того, насколько мы слезем с иглы вот этой вот искаженной реальности, которую нас накачивает, чтобы мы смирились с нашей участью, начали действовать в наших интересах. И поэтому мы обязаны провести реформу судебной системы, чтобы она не покрывала этот беспредел, чтобы если закон, который говорит о том, что незаконное строительство, тем более на территории памятника старинной археологического сайта, должно быть остановлено, должно быть убрано оттуда, чтобы этот закон соблюдался, чтобы богатство не нарушало законы и не придумало отговорки, как нужно нарушать законы по политическим мотивам. И нужна судебная реформа, нужна реформа нашего подхода к нашей безопасности, как действуют наши силовые структуры, и как мы вообще, как государство, зачищаем наши интересы. Это реформа, которая строится на многих, стоит на многих китах, скажем так. Это не только реформа судебной системы. Тут есть много пунктов, мы сейчас до них доберемся, я надеюсь, если не в этих последующих передачах. И нужно это все обозначить, нужно все это проговорить, нужно сделать это понятным, и самое главное – подкрепить конкретными шагами, которые мы должны начать реализовывать. Ты говоришь о многих пунктах. У меня главный пока что, единственный пункт, к которому я хочу, чтобы ты ответил. А для Юра, кому принадлежит эта территория? Мы сейчас говорим о той территории, которая как бы является, может быть, спорной. Но она спорная для них, она не спорная для нас. Это исконно еврейские земли. И когда возникает вопрос о том, что евреи вынуждены защищаться вот таким образом, здесь нужно четко и ясно сказать – вы вмешиваетесь во внутренние дела Израиля. Вы не имеете права вмешиваться во внутренние дела Израиля. Тем более, показывая вашу неопределенность, не предоставляя оружие, которое вы обязаны нам предоставить, согласно оплаченной, понимаешь, схеме оплаты. Мы оплатили вам все. Мы вам ничего не должны. Мы ваши союзники. Вы не имеете права нам диктовать. Потому что, когда они вот эти санкции вводят, должен быть очень громкий ответ международный. Очень громкий. Я понимаю, что у Израиля нет друзей. Я понимаю, что единицы поддерживают и тысячи готовы уничтожить. Мы говорим о том антисемитизме, который всегда есть, будет, латентный, неизвестно какой. Но что можно ожидать от администрации, тем более от вот этих, которые сейчас претендуют, он и она на пост первого и второго? Они откровенные антисемиты. Если они стоят рядом и поддерживают, выдвигают Ильхана Март, они поддерживают ЛАИП, они поддерживают всех вот этих мерзавцев, которые являются просто открытыми антисемитами. О чем можно дальше говорить с этой администрацией? С этой администрацией прекращают переговоры. Это должна быть позиция, это должен быть демарш, который показал, мы уже говорили, о послении Израиля. Но Израиль этот демарш не устраивает, потому что его принуждают к миру, его принуждают к игре по их правилам. И до тех пор, пока Израиль будет играть по их правилам, они будут выкручивать руки. Но просто в данном случае Израиль еще и проигрывает информационную войну. К сожалению, это всегда так. Как быть в этой ситуации? С тем, что Израиль проигрывает информационную войну, я не соглашусь. Мы, безусловно, можем и должны делать больше. Но информационная война – это не то, что мы заявляем. Это не очередной ответ, не очередное выступление, не новая речь нашего посла в ООН или еще где-то. Это все правильно, это все нужно, это все необходимо делать. И в ООН действительно, Гелядар Дан, который был послом Израиля в ООН до недавнего времени, делал все возможное для того, чтобы использовать эту сцену, этого борделя. Но самое главное оружие наше в информационной войне – это наши действия. Потому что если мы будем говорить о том и объяснять всем, как они двуличные, как они предают нас, как они втыкают нам на нож в спину, какие хамасовцы-террористы, какие палестинцы – нарушители всех международных законов, это в итоге никого не интересует. Самое главное оружие в информационной войне – это наши конкретные действия, то, что называется underground, то, что мы делаем в реальности, то, что мы совершаем. И если администрация Харрис Байдена Обамы делает такое заявление, то спорить с ними и доказывать им, что организация Шумера Ёж не является террористической и не… и дальше весь этот брех, который они говорят, объяснять им это бесполезно. Ответом на этот демарш, ответом на это недостойное и вообще противоречащее принципу отношений между союзниками действия администрации США должен быть наш демарш в отношении как раз-таки вот этого самого незаконного поселения. мы должны сказать, да, мы действительно… Вы говорите, что это делает вот эта самая непонятная организация, против которой вы ввели санкции. Нет, эта организация, она всего лишь действует согласно закону, который у нас принят, который у нас в силе. И поэтому мы как государство ведем эти действия и снести наконец это незаконное поселение, как и многие другие, и восстановить там правопорядок, восстановить там соблюдение закона и поставить администрацию Байдена, Харрис, Обамы или кто там у них там главный за старшего перед фактом, что им придется иметь дело не с какой-то там организацией, которую они могут трусливо наложить на нее санкции и любить не закон, а со всем государством Израиль. И вот это вот, знаешь, потому что так это выглядит пока что, что мы, не защищая организацию Шумы-Раёж или не противодействуя этим санкциям, мы, по сути дела, предаем этих людей, предаем эти организации, отдаем их на растерзание вот этой вот политики предательства Белого дома. И я считаю, это недопустимо. В этой ситуации, знаешь, есть эта знаменитая притча, я не знаю, насколько она соответствует реальности, но про короля Дании, который во времена Холокоста, во времена катастрофы, когда немцы отдали приказ о уничтожении еврейства Дании, он одел на себя желтую звезду, и вслед за ним ее одели жители Дании. Это прекрасная сказка. Это прекрасная сказка, да. Но там есть много всяких сказок в этой истории, там про, в частности, про датских рыбаков, которые спасали евреев, вывозя их в Швецию. Это было, кстати, на самом деле, но только никто не знает, что там они брали с этих евреев такие бешеные деньги, которые просто оббирали их до нитки, чтобы, зная, что люди спасают свои жизни, люди потом выплачивали, брали с них деньги, так сказать, у них не было этих денег, люди потом выплачивали им эти деньги за этот перевоз в Швецию, потом еще долгие годы после окончания войны. Поэтому, когда вам сказать чуть-чуть на следоточивую историю про какое-нибудь такое вот благостное отношение к нам, нужно всегда интересоваться, какой ценой нам это обошлось и каким унижением. Поэтому мы должны четко встать на защиту и наших жителей, наших людей, которые живут в Уйдеи, Самареи, и организаций, вроде Ашума Раеж, которые делают там просто святое дело, защищая наших людей там от беспредела, который там происходит. И мы должны это делать на государственном уровне. Но для этого мы должны изменить нашу судебную систему, которая работает открыто на наших врагов, которая защищает их интересы, которая делает все для того, чтобы наши интересы там не соблюдались. Это очень трудно объяснить, но это так. Просто приведу еще один пример. Если мы говорим об этом вечном богатстве, я просто объясню, что происходит для тех наших зрителей, которые немного не в теме и не знают этих деталей. Сегодня в богатство может обратиться любой человек, любой житель, скажем так, любой араб из Иудеи и Самарии и Иудеи и Шумрона и сказать, что вот эти поселенцы из того деревня, они нарушили мои права, они захватили мою землю и возделывают ее, севают на ней там свои заниматься своим там сельским хозяйством и я требую, чтобы вы этот беспредел восстановили. Во-первых, он не обязан предоставить доказательство того, что земля принадлежит ему. Это вообще как бы нонсенс любой юридической практики, кроме нашего богатства. Наш богатство с радостью примет его заявление, будет его рассматривать и даже вынесет постановление как правило в его пользу, то есть против нас, против государства, против его граждан, защищая интересы вот этого самого непонятного человека, который даже не может доказать права на эту землю, которой якобы он так беспокоится. При этом решение выносится так, что оно противоречит судебной практике, оно противоречит законам, но это не мешает. Богатство является политическим органом, который проводит идеологическую адженду, и мы видели, как это происходит, когда они защищают права этих самых выродков из Хамаса, которые насиловали наших людей и убивали их 7 октября, задержаны, арестованы, схвачены и удерживаются нами, как военные преступники, он защищает их права, с подачи всех этих правозащитных организаций, которые там подают иски, и это настолько уже как бы вышло за все рамки логики хорошего тона достоинства, законности, что это заставило сегодня нашего министра юстиции Ярива Левина в его конфликте с Верховным судом, который настолько одержимо рвется к тому, чтобы сохранить свои полномочия, что Ярива Левин сказал, что если Ярива Левин предложил несколько компромиссов о том, как назначать судей Верховный суд, об этом вокруг этого разгорелся у нас скандал все эти последние недели, Ярива Левин пыталась найти какое-то оптимальное решение для того, чтобы хотя бы сейчас на какое-то время не будоражить всю эту проблему, а начать решать ее более согласованным, более компромиссным путем, и все эти попытки компромиссов Верховный суд отвергает, и видя все это, Ярива Левин просто сказал, что он не будет сотрудничать с Верховным судом, а если это будет продолжаться, то то, что он сделает, он назначит заседание Верховного суда на военной базе СДТ-Иман, военная база СДТ-Иман, сейчас все израильтане это знают, она во всех новостях, во всех заголовках, потому что именно там содержатся эти террористы, военные преступники, НОВБ, Хамаса, именно там военная прокуратура арестовывала наших солдат по вымышленным обвинениям, которые она не может доказать в суде, и которые вошли уже в историю того, как военная прокуратура и прокуратура и богат защищают интересы этой самой НОВБ, этих самых террористов, плюя на наших солдат, и вот как символ этого наплевательского отношения к нашей безопасности, к закону, к уважению вообще, к нашим бойцам, к нашим деломникам, к нашим резервистам, Ирия Влевин сказал, что он, как символический жест, созовет заседание Верховного Суда там, чтобы все видели, кого Верховный Суд защищает, чей интерес он представляет, и как далек он от соблюдения закона, я уже не говорю о морали и порядочности. И вот это вот то, что у нас сейчас происходит, и вот с этим мы должны бороться, потому что, если мы не выработаем средства защиты и от внешней угрозы этого внутреннего разложения, которое убивает нас изнутри, то нам будет очень тяжело выживать в этом регионе. Ты знаешь, вот мы говорим о войне, а вот та сторона все время говорит о заложниках, заложники являются разменной картой. и вот сегодня в Даху полетела израильская делегация на очередной переговор, на очередные переговоры, это опять катар. Это тот катар, который и вашим, и нашим, и деньги Хамаса там тоже сосредоточены, и им доверять можно ровно настолько, насколько можно и не доверять. Они очень себя показывают двуличными, и естественно, им гораздо ближе их арабские братья и сестры. Но освободили еще одного заложника, Бедуин оказался 52 года. И он очень хорошо сказал, и очень хорошо, кстати, та же катарская пресса сказала о том, что Израилю можно доверять. Вот о чем мы говорим. Израилю можно доверять. А остальные заложники находятся в плену о Хамасе. И сенатор Грэм наш, неугомонный, он вообще всегда, знаешь, впереди планеты всей по уровню популизма, он предлагает Ирану, мы нацелимся на, если вы не будете отдавать наших заложников, то мы нацелимся на вашу нефтяную инфраструктуру. То есть это, как тебе сказать, как это воспринимать? сидит сенатор американский и руками Израиля нацеливается на нефтеперерабатывающую структуру Ирана. Это можно, конечно, сделать. Последствия как-то появится. Ну, я думаю, что, во-первых, это хорошо сказала про то, что руками Израиля, потому что давно было известно, что среди заложников находятся американские граждане. и призывая Израиль пойти на уступки террористам, эти уступки, которые они не примут, потому что понятно, что они никогда заложников не отдадут, не будут их удерживать годы, используя их как рычаг, давление и выдавливание себе каких-то привилегий, каких-то бенефиц, каких-то дивидендов. Это понятно, что с заложниками они так быстро не расстанутся. Но принуждая Израиль пойти на уступки, даже не имея реальных шансов на то, что заложники вернутся, Америка не просто сдает Израиль, не просто ослабляет нас и подставляет под удар, она унижает себя, потому что много раз слышали заявление американцев о том, что они не пойдут на переговоры с террористами и так далее. И во многом даже это случалось. И те, у кого были силы и было мужество, проводили силовые действия против террористов успешно. Но сейчас мы видим, как во-первых, нас принуждают пойти на уступки, и во-вторых, Америка сама сигнализирует всем террористам, что она слаба, что она поддается давлению, поддается шантажу, поддается всем этим махинациям. И это, если это перевести на ближневосточный язык, говорит только об одном, что если ты поддаешься, если тобой можно манипулировать, если на тебя можно давить, то зачем вообще с тобой приходить в каком-то соглашении, давайте будем давить еще дальше, будем дальше требовать еще чего-то, вырывая себе то, что им нужно, а заложников мы так не увидим. И это понятно всем. И в том числе, кстати, я уверен, что американцам тоже это понятно, потому что это не нужно быть семи-пядей во лбу, чтобы понять тактику террористов. Но самое страшное в истории с заложниками это то, что все, кто говорят якобы о том, что нужно их спасать, требуют активных действий по их спасению, на самом деле заложниками не интересуются. Я говорю и об американской администрации, и о нашей оппозиции, и о определенных организациях, которые существуют в Израиле, это тот штаб семей заложников, и все, что вокруг него, которые требуют их немедленно на освобождение, все эти истеричные крики освободить заложников сейчас сразу. Даже они понимают прекрасно, что речь идет не о заложниках, потому что заложников можно освободить только жестким давлением на Хамас, только заставляя их пойти на уступки, только заставляя их понять, что каждая секунда, что заложники не освобождены, приближает конец Хамаса и его главарей, только так можно их заставить пойти на это, как это произошло, когда было первое освобождение заложников, первый обмен, когда они поняли, что мы способны на многое, и когда они увидели израильские танки в центре газа, и увидели, как мы их крошим мелко, они поняли, что это может для них плохо кончиться, поэтому они в тот момент они были на грани очень серьезного тактического провала, и они остановили наше наступление на несколько дней, на несколько недель, и вот этой самой первой сделкой с заложниками, они купили себе немного времени для того, чтобы переструктурировать свою оборону и удержать те полиции, которые грозились обвалиться в тот момент, и так нужно продолжать действовать, и так это нужно делать, потому что только силой мы их выбьем, но, к сожалению, те, кто заставляет нас пойти на сделку по заложникам, понимая, что заложник это не освободит, они не руководствуются одной целью, заставить нас пойти на унизительную сделку с тем, чтобы ослабить нас, с тем, чтобы мы выглядели посмешищем, чтобы мы провалились в этой сделке, и таким образом это ослабит позиции Нитаньягу, это ослабит позиции этого правительства, и его легче будет свалить. Это циничная игра, циничная борьба за власть, циничное использование, не просто циничное, оно настолько неразительное, настолько антигуманное, настолько аморально, что это сложно описать какими-то печатными терминами, но именно это желание нанести как можно больший ущерб собственному правительству, собственному премьер-министру, это именно то, что стоит за этой попыткой навязать нам действия, которые приведут, во-первых, к уступкам, на которые мы пойдем, и во-вторых, к тому, что заложников не особо лет, потому что тогда можно будет обвинять Нитаниагу и его правительство не только в том, что заложников не освободили, но и в том, что они еще и провалились, облажались, доказали свою несостоятельность и вообще ничего не стоят. Это достаточно простая схема, такая вот двухходовка, но они идут на все только чтобы подорвать авторитет правительства во время войны, собственного правительства, собственными странами, ослабить его и привести нас к тому, что у них появится шанс дорваться до власти. Еще раз повторяю, к заложникам это не имеет никакого отношения, и это омерзительно, об этом нужно говорить, нужно называть это своими именами. Скажи, пожалуйста, вот те люди, которые предлагают вот это все. Знаешь, они мне напоминают вот из беспредельницы. Я говорю, так не доставайся, что никому. Вот они сейчас для Израиля, они стреляют, и бывают, там Ларису выстрелили, тут они Израиль пытаются застрелить, потому что никому не бывает такого. Это кому-то все равно достанется. Они предатели интересов Израиля, полезные идиоты или просто мерзавцы. Это люди, которые потеряли берега, то, что называется, потеряли все понятия, потеряли мораль, потеряли национальное достоинство, подчеркиваю слово национальное, потому что они не выносят все национальное. и это проблема, которая у нас сложилась, это то, до чего выродилась наша оппозиция, выродились израильские левые, которые, знаешь, когда я приехал в Израиль в 88-м году, 36 лет назад, как раз был год выборов, и приехал где-то примерно за 7 месяцев до выборов, и тогда борьба шла между двумя партиями, Ликуд и Абуда. Каждая из них набирала примерно по 40 с лишним мандатов, то есть вместе это давало три четверти состава Кнесета, и все остальное делилось между мелкими партиями, которые каждая из них боролась за свой какой-то кусок этого государственного пирога. И тогда было понятно, за что боремся, какие идеологии соперничают между собой, на каких принципах они стоят. И с тех пор все это выродилось полностью в то, что с одной стороны остались правые, которые да, говорят, что нужно сохранять Иерус Исраиль, что нужно защищать Израиль как еврейское национальное государство, что нам необходимо бороться с нашими врагами. Вот все эти традиционные консервативные ценности, основанные на старом сионизме и на ревизионизме, они до сих пор как бы являются темой для обсуждения с одной стороны, но последние уже несколько десятков лет мы видим, как нам это просто не с кем обсуждать, что если в начале 90-х, когда возникло осло, еще можно было как-то говорить и пользоваться этими самыми терминами, теперь левые выродились настолько, что у них нету своей идеологии, нету вообще ни о чем говорить, кроме того, что если сегодня спросить израильского левого, в чем заключается его идеология, то это ненависть к нету ниягу, и тебе расскажут долгую историю о том, какой нету ниягу, дальше идет длинный список терминов и описаний абсолютно феерических, не имеющих никакого отношения к фактам, но это не важно, и, ну хорошо, оставь нету ниягу в покое, хорошо, тогда возникают религиозные, там совершенно феерические и толстый такой, знаешь, такой вот пласт ненависти к религиозным, ко всему еврейскому, хорошо, берем это тоже, что делать с арабами, и здесь мы слышим жалкое, жалкое такое, знаешь, жалкое повторение того, что такие выжимки и огрызки того, на чем строилось Ослов, а именно нам нужно необходимо любой ценой с ними договориться, пойти на уступки, и о какие уступки никто не знает, потому что они уже не в состоянии это сформулировать, но на какие-то уступки мы должны пойти. И вот это вот с одной стороны ненависть к праву, ненависть к иудаизму, ненависть к религии, и генетическая память того, что нужно идти на какие-то уступки, непонятно кому, непонятно с кем, но надо идти на уступки, это все, что осталось от левой идеологии. И это каждый раз упаковывается в новую яркую упаковку, которую, когда ты ее пальцем поковыряешь и соскребешь немного, там видно, что за этим ничего нет, кроме того, что я тебе описал. Теперь, поскольку мы с тобой говорим о том, что нужно делать и какие шаги мы должны предпринимать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга, этого идиотизма и упадничества, то сейчас мяч, то что называется на половине поля у правых, у национального лагеря, который, видя вот это полное вырождение левой идеологии, в которой не осталось ничего, и пусть меня провернут, пусть не скажут, на чем она строится конкретно, кроме того, что я сказал, я буду рад. Видя все это вырождение, правый национальный лагерь должен представить четкую концепцию дальнейшего развития и существования государства, которая, я перехожу к конкретике, должна строиться на следующих параметрах. Первое, это то, что мы заявляем свое историческое право на эту землю, мы говорим о том, что эта земля принадлежит нам, и она нам необходима для существования еврейского народа в силу принципов того, что, во-первых, это наша земля, она принадлежит нам, из нее мы происходим, в ней наши корни, и одновременно она нам необходима для безопасного существования, потому что безопасные границы для Израиля, для существования еврейского народа, это как минимум то, что мы слышим, как они скандируют на всех этих самых демонстрациях, from the river to the sea, я абсолютно соредарен с этим лозунгом, вот, минимальная территория, которая необходима Израилю для существования, она как раз вот находится между рекой Иордан и Средиземным морем, в которое нас собираются сбросить все те, кто декламирует эти лозунги в последние месяцы, поэтому эта земля принадлежит нам, она является залогом нашей безопасности и поэтому мы должны ее контролировать, это первое, второе, второй принцип, который мы должны заявить и открыто его декларировать и применять, это то, что инициатива по защите этого самого пространства, которое мы только что определили, принадлежит нам, мы не можем ждать милости от природы, мы не можем ждать милости от богов, от кого угодно, от метеоцентра, от футбольных рефери, от кого у каждого есть там свои, от кого они ждут милости, мы должны сами проверять инициативу, как в 67-м году, то, что мы с тобой говорили, если мы видим угрозу, мы должны ее уничтожать до того, как она перелезет через наш забор, как это произошло 7-го октября, то есть война сейчас идет за то, чтобы мы контролировали ситуацию, чтобы мы наносили упреждающие удары, как это было сделано с хизбаллой в начале этой недели, хорошо, что сделано, теперь нужно продолжать делать это дальше, инициатива должна принадлежать нам. И третий принцип, который мы должны заявить, который мы должны декларировать и применять, это то, что мы будем отныне выстраивать внутренние устройства нашего государства и нашего общества так, чтобы все, что мы делаем и все партии, которые у нас существуют, были подчинены этим двум принципам, то есть принципу нашего права на эту землю раз, и нашего права на инициативу по защите нашего национального пространства два, то есть наша армия, наша система безопасности, наша юридическая система, наша система образования и другие государственные институты должны работать на эту цель, на эти цели, а не против нее. Соответственно, мы должны проводить все необходимые реформы, всю необходимую реструктуризацию общества и его институтов, чтобы они служили этим целям, потому что если они этому не служат, они наносят этому ущерб, это ослабляет нас и приближает нас к тому, что кому-то покажется, что мы слишком слабы и нас можно атаковать. И вот это та реформа, которую мы должны заявить, та реформа вообще национального пространства, национального сознания и плана национальных действий, которую мы должны заявить и начать реализовывать. И об этом мы должны говорить, и это сейчас то, что должен сделать правый национальный лагерь, открыто об этом говорить и начать это все применять на практике. И каждая минута, что проходит, что мы этого не делаем, она работает против нас, тем более, что никого в этом убеждать не надо. Большинство израильтян это понимают. Об этом люди говорят в автобусах, говорят на работе, говорят дома за столом друг с другом. И люди это чувствуют, люди это ждут, люди это понимают. Пришло время назвать вещи своими именами и начать это делать. Потому что никто, кроме нас, нас не защитит, нас не спасет, не обеспечит наше будущее. Ты знаешь, я тебе благодарна за то, что сегодня ты структурировано по пунктам, по трем этим пунктам разложил всю ситуацию. Спасибо. Я человек, не живущий в Израиле, который был множество раз там. Мы все связаны внутренне, мы связаны генетически с Израилем. Я хорошо помню вот эту большую демаркационную зону под названием Эль-Кунейдра. Мне кажется, вот такая зона демаркационная должна быть, знаешь, как меловой круг вокруг всего Израиля. И она должна контролироваться чем угодно. Я имею в виду, пусть у Ван стоит. Их не жалко. Пусть они там стоят и тогда будут точно знать, что вот эта граница одного государства, а эта граница другого государства. И сюда не заходи, потому что там злая собака тебя покусает и напустит других злых собак на твою территорию. Вот это мой план. Если бы, знаешь, если бы директором был я. Потому что я вижу, насколько вот эта Эль-Кунейдра на протяжении уже стольких лет напоминает той же Сирии. А ты туда не ходи. Ты там получишь. И вот такое же я хотела бы увидеть на границе с Ливаном, на границе с Египтом, на границе с Иорданией, со всеми этими странами, которые сокрушаются о бедных своих собратьях, не пуская их к себе, но поддерживая все силы, которые воюют против Израиля. я знаю, что Израиль непобедим. Потому что вот этот знак, который у тебя над головой, символом Агендаэра, он вечный. Ам Исраэль Хай. Ам Исраэль Хай. Мы обязательно победим. Чем быстрее мы поймем, что мы непобедимы, тем быстрее мы победим. Спасибо тебе. Спасибо за эти разговоры. Спасибо за эти беседы. Спасибо за то, что есть такие люди, которые защищают интересы Израиля. Я напоминаю с вами Михаил Лобовиков. Сионист, патриот, архитектор, военный, майор Цехарь, организатор движения Израиль 2030 и, естественно, активный участник движения Милуин. Так что оставайтесь с нами. Каждую среду мы будем работать для вас и рассказывать для вас. Вы на канале Контимент. Подписывайтесь, распространяйте видео и будет вам счастье. До свидания. Всем спасибо и обнимаю всех.